Привет, дамы и господа, мы сегодня сделаем обзор на зал героев. Комтуасы порадовали просто писец, как... Я не знаю, ну вот посмотрите, просто где оно там... Сейчас, секунду... Вот, самурай, мать его тьмы, я просто вон, танунах, комтуасы что творят, вы видите? Самурай тьмы, кто будет следующий? Люшен? Пират воды? Кто? ЛД первач? Кто будет после этого? 5 лет назад скажи мне, что самурай тьмы будет в зале героев. Да я бы смеялся бы и забанил бы этого человека. И он у меня будет, а может и не он, 253-м 6-звездочным персонажем, 100%. Я уже подготовил на него корм, у меня 15 самураев, его ждали, видимо его ждали. Да, и сейчас мы сделаем небольшой обзор на этого пиздюка. Короче, зал героев откроется там пятницу-субботу, смотря на каком вы сервере играете, там вечером, либо утром, опять же зависит от сервера. Итак, рассмотрим этого саму мать его рая. Так, где этот наш самурай? Да, аккаунт развиваю с нуля, приходите на стрим, не тупите при развитии своего аккаунта. Будете смотреть, что делаю я на своем аккаунте, сможете свой аккаунт тоже развить с нуля по-быстренькому, либо понять, какие вы ошибки делали на своем аккаунте. Пройдемся по скиллам и про эвейки, он теперь получает шанс крита. Да, поправьте меня, но раньше, по-моему, этот самурай получал точность, а этот резист. Правильно, ребят? Короче, эти самураи получали какую-то хрень раньше. А не... ну вы поняли. Теперь этот самурай получает скорость. Неплохо, да? 120 получается при эвейке. А этот получает шанс крита. То есть теперь их гораздо проще одеть. Их апали самураев уже раз 5 на моей памяти. Последний их ап был, это переделка эвейка. Теперь они лучше, чем раньше. Когда-то у них даже четвертого скилла, кстати, не было. Итак, с первого скилла атакуют врага техникой Батодзюцу. Это запомните. Вас, мамка, будет 2 часа ночи? Сынок, как называется первый скилл Сига? Ты такой, Батодзюцу, мама, Батодзюцу. Да мамка это мы не, блядь. Так вот, Батодзюцу, хорошо? А тут вот есть еще Батодзюцу молнии. Или Батодзюцу, поправьте меня, кто там, кореец, обязательно поправьте. Так вот, ослабляя его защиту на 2 хода с 50% шансами, он дотачивается до 75%. Неплохо так, да? Для первого скилла. Это ж просто капец. Так, после атаки имеет 20% шанс активировать меч небесного волка. То бишь, у него активируется вот этот его скиллец. Ага. Когда голос повышаешь, скрипит. Вот и я думаю, что... Вот, ребят, сейчас я сделаю захват чуть меньше. Мне кажется... Сделайте себе стрим громче, хорошо? Давайте я сделаю у себя меньше микрофон. Сделайте погромче себе стрим. Общий звук поднимите на компе или на стриме. Я сделаю у себя тише. Может это из-за этого. И сейчас вот скажете, будет ли скрипы какие-то. Я сделаю намного меньше звук. На процентов 15, наверное, если не 20. Итак, поехали. В общем, с первого скилла, со второго и с третьего вы можете активировать себе четвертый скилл. Спасибо тебе фонпэк за подписку. Добро пожаловать, сохраните ссылку на гайды. Спасибо тебе. Ребят, сегодня выложил гайд на мистеров байсонов. Позавчера там, короче, дня 4 назад я выложил гайд на Чун Ли вместе с Кеном. Потом следующий был гайд на Рю. И буквально сегодня выложил гайд на мистеров байсонов. Завтра или послезавтра будет гайд на Далсимов. А потом вы узнаете, какой будет гайд. Я в каждом последующем гайде говорю, что будет следующий. Типа в следующей серии смотрите это. Если вы спонсор канала или станете спонсором канала за 25 рублей, я думаю, любая бомжатская собака на улице себе может позволить подписку за 25 рублей. Короче, возьмите в кредит, убейте сестру, изнасилуйте соседа, заберите у него 25 рублей. Или, я не знаю, на крайний случай, возьмите кредит в банке на 10 лет на 25 российских рублей. Подпишитесь на канал. Если у вас нет кнопки стать спонсором, не проблема. У вас нет карты, у вас нет киви, еще чего-то, не проблема. Напишите мне вконтакте, в телеграме, в вайбере, я вам кину целый гайд, как за 5 минут стать спонсором. Любой человек на планете при желании может подписаться на мой канал. Спасибо огромнейшим тем, кто является спонсором. Вы продвигайте мой канал. Итак, поехали дальше. В общем, со всех скиллов вы можете активировать его 4 скил. Тут шанс получается 20%, да, шанс активации увеличится на 10% при нанесении кред удара. То есть их еще, еще апнули. Это же вообще красота. Понимаете, да? Вот, вообще красотища, простите, да. Вот, соответственно, апнули эти скиллы. И раньше у них было на первом скилле, по-моему, 10%, поправьте меня. На втором, по-моему, было 20%, а на третьем то ли 40%, то ли 50% было. Что-то такое. Но теперь они еще и шанс крита добавили. Это же вообще красота. Оформлю вам микрозайм. Сейчас нормально стало в микрофоне. Бери, бомжа, да. В общем, вы поняли. Активируется его 4 скилл. Ну, сейчас по порядку. О персонаже есть что рассказать. Вот, со второго скилла не будем рассказывать про активацию шанса. Просто вот дочитывайте. 30 плюс 20, закрыт и так далее. Стремительно атакует врага 2 раза, нанося ему продолжительный рон на 2 хода. То есть, вы можете закинуть 2 дота по 2 хода. То есть, такой мини-баретта. Почти. Так что, прекрасно, да. Кстати, в одном и следующем гайде, простите, что я с темой скачу, я сделаю видео. Бюджетная замена баретты. Сейчас существует персонаж, который абсолютно и полностью может заменить баретту. При условии, что он у вас есть. И вы еще можете ему проточить немножко скиллов. А лидерку сможете взять просто от фран. Не 19%, а 10%, но все же. Да. Это одно из видео, я сделаю следующим. Бюджетная замена баретты в 2020. Итак, в общем, это еще 2 дота. Прикольно. Третий скилл. Это прям самый сок. 2 раза атакует всех врагов энергии мрака из меча. Нифига себе. Так, враги под действием дебафов получают на 25% больше урона. Если вы от пирата закинули там раскол на броню, то есть, это уже считается. Неважно, закинете вы 2 дебафа, 3 или 5, все равно будет на 25% больше урона. Как будто метку закинули. Но если вы еще и метку закинете сверху, еще будет плюс 25. Понимаете, да? А враги со стихией света получат на 30% больше урона. То есть, понимаете, если вы бьете светлых мобов, они гарантированно получат на 30% больше урона. А еще и плюс 25% за то, что на них висит, к примеру, банальный раскол. То есть, вы берете пирата и Тиану или какого-то другого стрипера. Тиана ускоряет, снимает бафы с рога. Пират, если он традиционной ориентации у вас, а не как у меня, закидывает раскол. Ладно, сейчас это была шутка. Пытается закинуть раскол. И после этого Сиг в этот раскол типа фигачит. Понимаете, да? Что будет с этими мобами? Это же вообще капец просто, да? После атаки 70% и 30% это надо было оговорить. То есть, понимаете, если вы критуете хотя бы раз из этих двух атак, ну, я думаю, вы кританете, так как у вас 30 шансов крита изначально и сразу при эвейке вы 15 получаете. Сычете, да? Это же вообще бомба. 70 шансов крита, я считаю, ему легко будет собрать. Пускай у вас там 90-95 будет, но более-менее. И вы гарантированно будете активировать еще и вот этот скилл. А прикиньте, теоретически его одеть в Виолент. Вы юзаете третий скилл, и если там хоть кто-то остался в живых, особенно светлые монстры, вы тут же юзаете меч небесного волка. И все, после этого, мне кажется, там уже никто не останется в живых, разве что лайка какая-то выживет. Это же капец. Ну и самый главный его, наверное, сочнейший его скилл, который, в принципе, не имеет кулдауна. Абсолютно не имеет кулдауна, да. И этот скилл можно юзать даже если на Сиге висит Сайленс. Кто не знал? Да. Если на него Сайленс кинули, этот скилл просто превращается в автоатаку, скажем так. И его можно заюзать. Видите, на нем нет кулдауна, но его можно проточить. Скрытым навыком, игнорирующим все бафы, уменьшает урон, сильно ранив все фр... Уменьшающий урон, сильно ранив все... Короче, он игнорит... Что он игнорит? Он игнорит баф защиты, к примеру, от Шенон. Он игнорит купол Хамона, купол Вусы, всякие шилды, которые вы можете одеть на персонажей. Он игнорит абсолютно непобедимость паладинши светлой и подобных персонажей. Он все это игнорит. Он не игнорит пассивку Теомарса. Баф его. Он не игнорит такой баф, как Антикрит и прочее. То есть не путайте. Он не игнорит броню. Он игнорит все, что может понизить урон. Сечете, да? Но при этом он не игнорит пассивку Макаки Ветра. Он не игнорит пассивку Лайки и прочие пассивки. Тут тоже не путайте. Но против какого-то Вусы, Хамона... Даже вот, к примеру, вы нападаете на Вусу. Обогнали Вусу Тианой, а после этого Вуса вклинился. Но вы закинули раскол от пирата. Вам будет на это пофиг. Особенно с этого скилла, потому что вы пробьете этот купол. Хотя вы с третьего скилла его и так пробьете. Но все же, понимаете, да? И в случае активации, да, создает на один ход щит по мощности пропорционально своему уровню. Я тут точно не помню, то ли 110 хп, то ли 125 у него за уровень. Короче, от 4000 до 4500 хп он получит куполом. Не так много, но все-таки бонус. Имеется в виду, как только вы активируете этот скилл. Ударили с первого, со второго или с третьего. С контратаки тоже можно активировать четвертый скилл. Он же будет являться первым в этой ситуации. Так как он станет вместо первого скилла. Вы поняли? Как-то так. И на авто, насколько я знаю, он все равно заюзает этот скилл. А не первый, не второй, не третий. По-моему, у него приоритет стоит на этот скилл. Ну, насколько я помню в башне. И насколько я юзал своего огненного самурая. Когда-то в какое-то время. Следовательно. Вы себя защищаете куполом. Плюс у вас, в принципе, безоткатный этот скилл. То есть, вы бьете этим скиллом. После этого бьете первым, вторым, либо третьим. Опять его активируете. И опять можете юзать этот меч небесного волка. Ну, я не знаю, кто переживет третий скилл в обычном бою. Чтоб вы еще успевали бить этим мечом небесного волка. Зачастую мне скажет любой. И подтвердит эту инфу. Что кто юзает сига чуть бы не каждый день. Или просто активно его юзает. Там хоть раз в недельку где-то, да. Что обычно бой заканчивается, как только он юзает третий скилл. Хороший урон с третьего скилла. Это приблизительно. Я не буду брать светлых персонажей. Там добавьте еще 30%. Хороший урон в раскол будет лететь 2 по 20, 2 по 25. Это хороший урон от сига. Если сравнивать урон сига и сравнивать урон огненного самурая. Огненный самурай просто идет нахер. Если одинаковые уроны дайте, приблизительно на вскидку скажу. Что Джун ударит 2 раза максимум по 15 тысяч. А этот ударит от 22 тысяч и выше. Разница колоссальная. Тут вы 30 тысяч урона наносите. Тут вы наносите около 45. Ну чувствуется, да, разница? И плюс еще светлые монстры просто страдают. Плачут, рыдают. Огромная разница, серьезно. Кто-то скажет, но он же раскол закидывает огненный. Хуйня эта полная. Вы и так раскол закинете предварительно каким-то пиратам. Поэтому огненный, к сожалению, отсасывает сбоку у светлого и у темного. Это уж бабки не ходи. Так что парень того, наверное, стоит. Блин, зафули ему скиллы. Посчитайте, сколько ему нужно скиллапов. 5. Дальше. Еще 3. 8. Еще 4. 12. 15 штук. И у меня как раз ровно, ровно 15 самураев. Как 7 самураев, только 15. Блин, у меня такое ощущение, что в каждом городе, в каждой стране, особенно в СНГ, есть район или микрорайон жилой, который называется 7 самураев. Я не прав, ребят? Если я прав, напишите город, и есть ли у вас район, который называется 7 самураев. В Николаеве есть, в Одессе есть, в Запорожье есть, в Киеве, не помню. Просто капец. Эти 7 самураев, может, это какая-то сеть, я не знаю. Жесть какая-то. Так, меч, небесный волк. Это просто красота. Я же говорю, вот эта вот совокупность скиллов. В общем, увидите, как правильно одеть Сига, и как правильно бьет Сиг, и какой урон он вносит. Точнее, правильно одетый Сиг, какой урон вносит в скором времени. Я аж-то на него постараюсь отдать, наверное, лучшие руны, даже если кого-то придется раздеть временно. Пофиг на это. Просто бомбить он будет, дай боже. Под Тиану, под Пирата, закатит, как детки в школу, я считаю. Блин, просто уже жду этого пацана. Я зала героя, последний раз, такого прям, которого я ждал. Я уже не помню, кого я ждал последний раз из зала героя. Я ждал каких-то мобов, которые зайдут на скиллы. Ну, это такое себе, знаете, просто скиллапы. А вот именно новый монстр, которого ты возжелал, прям хочешь его. В коллекцию имеется в виду, не какой-то там это. Да, он мне не нравится, он некрасивый. Вот, кстати, он руку себе, видите, ломает при эвейке. Посмотрите, самураи отличаются чем друг от друга. Видите, у них вот эти вот порезы на лице, у этого крест. Видите, они немножко отличаются друг от друга. Понимаете? А у Сига глазик там порезан. Короче, разные шрамы. Не знаю, зачем он себе руку сломал, когда эвейкнул. Ну, он явно так лучше выглядит, чем с вот этой вот херней, не эвейкнутой. Вот тут он выглядит классно. На них еще костюм чудесный есть. Сейчас вам покажу его. Так, стоп, не на этом аккаунте, на Аракисе. И да, кстати, вот я Яку добавил, видите, Яку на этого босса. Потому что Гумонкула переделал под башню назад. Яку я добавлю в альбом уже утром. Когда вы смотрите это видео, наверняка в альбоме уже можете посмотреть моего Яку. Если нет доступа к альбому, получите его. Так, что у нас тут очки? Давайте посмотрим на самураев. Так, коллекция самураи. Так, самураи, самураи. Главное их не пропустить. Где они? Самураи. Вот они. Посмотрите, да? Хотя у них два костюма неплохие. Но я вот именно вот этот... У меня как раз 180 этих, да? Видите, я как знал, что на самурая куплю костюм. Это ж просто капец. Так, поехали. Давайте глянем. Так, так, так. Сейчас мы глянем. Так, смотрите. Первый скилл. Ну не красота ли? Смотрите, он просто достал режик и ножик просто. Гляньте, да он просто сатана какая-то темная. И юзаем скилл. Смотрите. Написал там гадости, типа умри тварь, что-то на китайском. Второй скилл. Еще второй скилл. Единственное бесит их качать, потому что они... Вот эта анимация получения меча небесного волка, она так раздражает. Класс, да? Еще раз. Две атаки так быстро проходят. И сейчас второй костюм еще глянем. Может я второй возьму, а не этот. Но мне именно костюм этот прикалывает, нравится. И этот тоже неплохо так смотрится. Такой больше как на пирата, что ли, похож, да? Боже. Что это такое? На акуле катается, понимаете? Так, а ну-ка. Этот первый скилл. Ой-ой-ой, так быстро. Ой, здесь буковки дергаются, так прикольно. Как у меня в донате, да? Так, еще раз. И второй. Ну, анимация мне там больше, особенно на первом скилле нравится, если честно. Еще раз. Ну, здесь все более замедлено, и видно реально, что он бьет два раза. А ну, третий скилл. Даже не знаю. Знаете, мне и тот костюм, и этот нравится. Даже анимация чем-то похожа. Как вы думаете, чатик, нам будет проголосовать, какой костюм? Напишите в комментах, какой костюм. Это первый, то второй. Ну, если что, как они расположены. Это первый костюм, вот сейчас, что мы тестим, а то второй. Какой бы вы костюм хотели бы себе взять, к примеру? А я, может, посмотрю. Мне и тот, и тот нравится, на самом деле. Тот, наверное, больше нравится, из-за того, что он весь такой прям демон-демон. А тут еще всякие белые такие прослойки видны, одежды. А там он прям вообще чернющий. Так что даже не знаю. Да, тут он как бы такой хоть чуть-чуть виден-веден. А здесь он прям вообще такой темнющий, да? Горящий меч, это прям демонюга такой. Плащ сзади такой. Преисподний просто. А здесь чей меч? Путь демона. А тут все-таки демон, на самом деле. А здесь просто преисподний. Два демона. Не, прям шикарно. Да. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Заходите в Телеграм. У нас здесь проходят розыгрыши. Буквально сегодня мы разыграли под этим вот постом. Вот мы разыграли аккаунт. То есть не пропускайте розыгрыши в Телеграм. Заходите раз хотя бы в день. И не пропустите розыгрыши. Не пропустите новости. Не пропустите промокоды и прочее. Еще лучше на стрим приходите. Здесь вы узнаете все самое актуальное. Потому что несмотря стримы, вы не знаете половину, какую половину, большую часть информации, которую вам дает эта игра. Ну и я, соответственно, это все продвигаю и рассказываю. Приходите на стримы, если нужны любые услуги. Ночной фарм есть у меня такая штука. Если берете на неделю, 700 рублей стоит неделю пофармить у вас на аккаунте. Соответственно, обращайтесь, пока есть места в ВКонтакте либо в Телеграме, Вайбере. Фармлю все, что угодно на аккаунте, кроме ПВП-контента. То есть формлю вам руны, либо качаю корм, либо артефакты, либо эссенции, или второй вейк. В общем, если коротко, обращайтесь за любыми услугами по любым вопросам ВКонтакте, Телеграме, Вайбере. Добавляйтесь, добавляю ВКонтакте всех. До встречи на стриме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok